МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Члены которой осуществляли звонки на телефоны пожилых граждан и сообщали ложные сведения о том, что их родственники попали в дорожно-транспортное происшествие и необходимости перечисления денежных средств на их лечение. Преступными действиями обвиняемых семи потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше полутора миллионов рублей. Одна из потерпевших, узнав о необходимости передать 400 тысяч рублей на медицинское лечение мужа, приехала с ним на встречу с мошенниками, которые с места преступления скрылись, не доведя преступный умысел до конца. Уголовное дело будет направлено в Солнечногорский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении других участников группы продолжается. В Твери на проспекте Чайковского столкнулись Volkswagen Tiguan и Volkswagen Polo. Tiguan проезжал перекресток на желтый сигнал светофора Polo на зеленый. Пострадали водители, столкнувшихся машин, и пассажир Polo – женщина, 92-го года рождения. Перед началом учебного года сотрудники водоразделения вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тверской области приступили к проверке систем безопасности образовательных учреждений в составе межведомственных комиссий. В ходе профилактических мероприятий розгвардейцы уточняют наличие и состояние кнопок тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения, осматривают информационные стенды, схемы эвакуации, проводят тренировки с работниками частных предприятий, обеспечивающих охрану образовательных организаций, отрабатывают алгоритм действий нарядов групп задержания Росгвардии и дежурной смены пульта централизованной охраны при срабатывании средств тревожной сигнализации. Кроме того, в ходе приемки розгвардейцы проводят профильные инструктажи с персоналом учебных заведений. По результатам проверок правоохранители составят акты и обозначат представителям охраняемых объектов сроки устранения выявленных недостатков. Система охранно-тревожной сигнализации позволяет круглосуточно контролировать состояние оперативной обстановки. До начала учебного года силовики обследуют в Тверской области порядка 800 объектов образования, в основном это школы и детские сады, а также учреждения дополнительного и среднего профессионального образования.